МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чествование учителей города. Зачем же здесь и в этот час? Исохния. Здравствуй, Исохния. Школьники подарили учителям театральную постановку. Для турецкого правительства важно иметь Росатом как опытного оператора, который будет гарантировать будущую безопасную эксплуатацию АЭС. АЭС АКУЮ – первый в мире проект на условиях строй, владей, эксплуатируй. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают педагоги. Наша съемочная группа побывала в школе номер 4 Десногорска, чтобы узнать, чем живет образовательное учреждение в этот праздничный день. Хотя уроки, перемены и даже домашние задания в этот день никто не отменял, сегодня все не так и все не такие, как обычно. Учителя немного смущенные, но с неизменными улыбками на лицах. А дети взволнованные и очень стараются в этот день ни в коем случае не расстраивать своих педагогов, а наоборот только порадовать. Дарят подарки и признаются в любви. Наши учителя, они хорошие, но не добрые. В основном я желаю учителям терпения, чтобы попадались хорошие ученики. Сегодня реальный праздник, мы дарим разные подарки всем учителям. Надеюсь, что у них будет хорошее здоровье и побольше хороших учеников, полегче за работой. Я желаю им все-таки хороших учеников, чтобы они были заинтересованы, чтобы всегда хорошо относились к учителям, уважали их. Я люблю, что она самая классная из учителей и самая добрая. Я желаю, чтобы она очень долго жила и была самой красивой. Ну, за то, что она добрая, самая хорошая, милая и всегда всем помогает. Я желаю учителям терпения и чтобы все их слушались. У нас очень хорошая и добрая учительница, потому что, когда кто-то кричит, она просто делает замечания. Двойки не ставят. Профессия учитель – это не просто работа, это призвание и образ жизни. Каждый педагог делает свой выбор, как правило, еще в детстве. Многие идут по стопам родных, кто-то последовал доброму совету, а кто-то всегда просто мечтал учить детей. Я с детства мечтала быть педагогом. Мне нравилась работа с детьми, мне нравилась эта профессия. И к тому же мои старшие сестры, две старшие сестры, тоже педагоги. И, наверное, скорее всего, по их стопам я и пошла тоже в учителя. Ну, вообще-то у нас династия. У меня работала тетя моя крестная мама, у меня бабушка работала учителем русского языка и литературы. У меня, в принципе, не стояла проблема выбора в свое время. Вообще, я очень хотела быть учителем истории. Но учитель истории пригласил меня, сказал, что для женщины историю преподавать очень сложно. Вот тебе бы лучше начальные классы. И я послушала своего педагога и выбрала профессию учителя начальных классов. Профессию выбрала в молодости, конечно, совсем рано, но осталась ей верна. Поэтому я не могу сказать. Главное, что я осталась верна этой профессии. Значит, выбор, наверное, был правильный. В этот день атмосфера праздника сквозит в каждом уголке школы. Ребята готовят для своих педагогов праздничный концерт. С волнением оттачивают номера на генеральные репетиции. Учитель всегда рядом со своими учениками, всегда придет на помощь. Он отдает детям не только знания, но и часть души, сердца и своей жизни. Все мы когда-то были учениками. И все мы говорим сегодня вам спасибо. Поздравляю с днём учителя! 4 октября в канун профессионального праздника учителей в Доме творчества прошло участвование лучших педагогов Десногорска. Подробности в нашем следующем сюжете. В образовательных учреждениях Десногорска на благо города трудятся свыше 300 педагогов. Поздравить их с профессиональным праздником в этот день пришли почетные гости. Депутат областной думы Михаил Лосенко, председатель комитета по образованию Татьяна Токарева, благочинный Десногорского церковного округа Виталий Сладков и заместитель главы Десногорска Антон Шестеряков. Профессия учителя, она, пожалуй, одна из самых мотивированных. Значимость её очень сложно переоценить. Разнообразие той работы, той деятельности, с которой вы сталкиваетесь, тоже сложно. Обратную связь вы получаете ежедневно, вы получаете её от родителей, получаете её от учеников. Каждый класс и каждый ребёнок, он не похож друг на друга. Большое вам спасибо за ваш труд. За значительные успехи в организации совершенствования учебного и воспитательного процессов и огромный вклад во внедрение новых технологий, форм и методов обучения, а также за многолетний труд и высокий профессионализм. В этот вечер лучшие из лучших педагогов Десногорска были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами от Комитета по образованию города и Министерства образования Российской Федерации, от главы Десногорска и Городского совета депутатов, а также депутатов Смоленской областной думы. Всего в этот вечер получили награды 40 педагогов города. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но ещё и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию. Воспитания молодого поколения и случайных людей в этой профессии не бывает. В моей семье мама работала долгое время учителем математики и физики, более 35 лет. Мамина сестра и другие родственники. То есть, по сути дела, у нас уже целая династия, общий стаж, ну, наверное, лет 150. Вот. Я выбрала профессию учителя начальных классов и закончила педагогическое училище в городе Сураж Брянской области. Потом поступила в институт и получила второй диплом учителя истории. Проработала в общей сложности в школе я уже 36 лет. Из них более 20 в городе Десногорске. Ну, что касается выбора, я ни разу не пожалела о своём выборе. Может быть, я работала библиотекарем, может быть, это тоже мне нравится. Но работать с детьми куда приятнее. В педагогику я пришла по призванию. С самых маленьких лет, когда ещё ходила в детский сад, это была моя мечта. Я расставляла кукол, ёжиков, игрушек и учила их математике, русскому языку. Стала взрослее, поняла, что русский язык и литература – это моя судьба. И поэтому я в школе преподаю русский язык и литературу. Вот уже 19 лет. Мне очень нравится творить. А учитель – это самая творческая профессия, наверное, во всём мире. Каждый новый день – это новый урок по новому сценарию. Очень нравится работать педагогом. Завершилось чествование учителей небольшим концертом. Свои лучшие творческие номера педагогам города посвятили дети – воспитанники Дома творчества. День учителя – особенный праздник. Люди именно этой профессии закладывают в каждого человека те качества, которые пригодятся им в будущей жизни. Вот некоторые примеры. Школьные годы я помню очень даже хорошо. В 1985 году я пошёл в новенькую, свежепостроенную третью школу нашего замечательного Десногорска, где и проучился до выпуска. Первой учительницей у меня была Фэй Михайловна Фельчагина. Замечательный педагог, который всю нашу большую ватагу первоклассников, а класс у нас был большой, 42 человека, умудрилась не только научить, но и соорганизовать, подружить. Заложила очень хорошие основы коллективного творчества, взаимодействия. Наш класс до конца оставался очень дружным. С удовольствием, конечно, вспоминаю замечательную учительницу английского языка Слану Михайловну Широкову, которая, кроме того, что учила нас своему предмету, ещё и организовала театральный кружок и позволила нам раскрыться в той сфере, в которой вроде бы никто и не собирался. То есть мы выходили на сцену, учились выступать перед людьми, быть открытыми и проявлять творческие способности. Это было очень интересно и в жизни тоже, я думаю, пригодилось. Сегодня уже сквозь все эти годы, прошедшие, мне много раз приходилось выступать перед разными аудиториями. И я помню, что основу этому я получил ещё где-то в далёкие школьные годы. С удовольствием вспоминаю замечательную нашу учительницу русского языка и литературы Надежду Николаевну Никитинскую. Я от всей души хотел бы её поздравить с замечательным профессиональным праздником, с Днём Учителя, и поблагодарить за то, что она позволила мне владеть русским языком в достаточно хорошей манере, в достаточно хорошем литературном жанре, что позволяет мне не только общаться с людьми, но и порой статьи писать в газеты или выступать. Это всё, конечно, её заслуга, она меня этому научила. Конечно, я помню всех своих учителей, и безмерно им благодарна за тот вклад, которые, я считаю, они виновники того, что я сама стала преподавателем, учителем, и очень этим горжусь. Мой первый преподаватель – горожанка Светлана Георгиевна. Человек с тонкой душой, горячим сердцем и с огромным багажом знаний, который всегда старался всем детям, юным созданиям дать всё то, что знает она сама. Человек очень творческий, интеллигент, и очень много лет проработала в средней школе номер 3 города Десногорска. Часто встречаюсь с Светланой Георгиевной, до сих пор с ней дружим, общаемся. Она прекрасный человек, очень добрый, искренний, пишет стихи, очень любит детей, поэтому очень ей благодарна, что она помогла мне встать на этот путь и направить по нужной дороге. Хочется передать большой привет моей первой учительнице Любовь Романовне Новосельцевой, классному руководителю Людмиле Валерьевне Горягиной, ныне Цукановой. Я с большим теплом и трепетом вспоминаю нашу первую школу. Отдельное спасибо и память нашему замечательному организатору Алексею Александровичу Архипову, который подарил нам особенное детство. Очень жаль, что его нет и не стало его в канун Дня Учителя, но мы помним его, любим и продолжаем его. Добрые дела. Ученики третьей школы поздравили с профессиональным праздником своих педагогов по особенному. Подробности далее. В третьей школе Десногорска учителя принимали поздравления в канун Дня Учителя, 4 октября. Праздничное мероприятие проходило в актовом зале. По традиции отметили благодарственными письмами и почетными грамотами лучших из лучших. Педагогические коллективы, пришедших в этот день ветеранов, поздравила директор Раиса Сотни. Уважаемые учителя, разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, творческих успехов, терпения, счастья и здоровья вам и вашим близким. День Учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты. В третьей школе Десногорска ученики, а вернее воспитанники театра «Авангард» подарили учителям к их профессиональному празднику постановку по комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Зачем же здесь и в этот час и Софья? Здравствуй, Софья! Кто-то как рано поднялась! Эта театральная студия существует в школе уже много лет. Занимаются в ней ребята, у которых есть желание играть на сцене. В какой-то степени они уже профессионалы. И вот такой оригинальный подарок ко дню учителя подготовили они своим педагогам. Строй, владей, эксплуатируй! Именно по этому принципу госкорпорация «Русатом» начала возведение очередного энергоблока за рубежом. На этот раз в Турции, в провинции Мерсин, особенности рельефа вынуждают прибегать российских специалистов к помощи взрывчатых веществ, чтобы подготовить площадку под строительство атомной электростанции. Турция. Провинция Мерсин. Здесь, в 300 километрах от курорта Фанталии, идет подготовка площадки под строительство АЭС Акуью. Все работы ведутся под контролем российских специалистов. Возводить атомную станцию, работать на ней и выводить из эксплуатации будут тоже наши люди. АЭС Акуью – это первый международный проект «Росатома» по принципу «строй, владей, эксплуатируй», в соответствии с которым построенная в Турции атомная станция будет принадлежать нам. Но и вся ответственность за ее эксплуатацию будет тоже лежать на нас. Для турецкого правительства важно иметь «Росатом» как опытного оператора, который будет гарантировать будущую безопасную эксплуатацию АЭС. Вопрос безопасности атомных станций остается приоритетным для всех стран мира. А поэтому «Росатом» предлагает своим зарубежным партнерам самые совершенные технологии – энергоблоки поколения 3+, с реакторами типа ВВР-1200. Первенец этого класса на нововоронежской АЭС-2 уже более полугода успешно выдает в сеть электроэнергию. На сегодняшний день это единственный в мире энергоблок, построенный и запущенный в эксплуатацию с полным соблюдением всех постфукусимских требований безопасности. АЭС-АКУЮ будет состоять из четырех таких энергоблоков. Их суммарная мощность в 4800 мегаватт должна существенно снизить дефицит энергии, который испытывает Турция. Если оглянуться на год назад, в нашей стране было произведено 270 миллионов мегаватт электроэнергии, а нужно в два раза больше. Строительство и эксплуатация АЭС-АКУЮ – это минимум 60, а фактически 70-80 лет энергетического сотрудничества между Россией и Турцией. Где-то оно может продолжиться и дольше, но конкретно на этом объекте завершится выводом из эксплуатации отработавших свой срок энергоблоков. Благодаря еще одному уникальному российскому принципу «зеленая лужайка» будущим поколениям местных жителей ничего не будет напоминать о том, что на этом морском берегу когда-то вырабатывалась атомная энергия. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова